Я ежедневно читаю в российских газетах, в казахской прессе о том, что Кыргызстан, Атамбаев хочет развалить Евразийский экономический союз. Это полный вред. Мы никогда не собирались и не собираемся выходить из Евразийского экономического союза. Но фактическая реальность такова, что Кыргызстан уже больше месяца отрезан от остальных стран Евразийского по прихоти руководства Казахстана. Нас просто отрезали от Евразийского. Так кто тогда разваливает Евразийского? Этого не видят только полные идиоты и те, кто не хочет видеть. Кто пишет заказные статьи. И причем Кыргызстану устроена блокада только за то, что президент Кыргызстана потребовал уважать законы Кыргызстана и не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана. Не надо нам навязывать свои правила. Вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана. К сожалению, говоря о будущем Евразийского экономического союза, хочу сказать, что пока отношения, в первую очередь экономические отношения между странами союза, будут регулироваться не принятыми и подписанными уже соглашениями, договорами, а капризами и прихотями некоторых президентов. Ну, тогда у нас Евразийский экономический союз тогда, к сожалению, сможет ли стать цивилизованным экономическим союзом. И меня поражает, конечно, полное равнодушие и полное безразличие к сложившейся ситуации руководителей стран Евразийского и, конечно же, руководства Евразийской экономической комиссии во главе с Тиграном, с Арксеном, который должен был тут колокола бить, бегать. Абсолютно наплевать. Эти люди еще что-то говорят про Кыргызстан. Такова горькая реальность, таковы факты. Да, вот я вчера смотрел в интернете прогноз правительства, что из-за блокады Кыргызстан потеряет около 0,3 ВВП. Мы это переживем. Будет не 2,9, будет 2,6, но на самом деле сегодня руководством Казахстана и бездействием комиссии ЕС наносится непоправимый ущерб имиджу, репутации Евразийского экономического союза. В глазах всего мирового сообщества и в глазах, конечно же, наших соседей по региону. Кто реально захочет войти в такой союз, который только на бумажке, в котором ни один договор, ни одно соглашение не действует, а действует и работает каприза и прихоти. Какого-нибудь царька. Уважаемые участники заседания, уважаемые мои сограждане, кыргызстанцы, Я помню, как весной 2014 года по прихоти такого же престарелого президента, но другой соседней страны, всему югу Кыргызстана отключили газ. Просто по прихоти. Я это помню. И около миллиона крыгызстанцев, живущих в городах на юге страны, остались без газа и остались без света, потому что все сразу перешли на свет. Сети не выдержали, и люди остались без света и без газа. Отключили весной, но это же продолжалось до января 2015 года. И осень была холодная, и снег выпал рано, зима была суровая. И люди сидели без света и газа. И я вылетал тогда в город Ош, я встречался с жителями города Ош, с жителями других городов юга страны. И я слышал только одно. Простые кыргызстанцы, простые граждане Кыргызстана, и кыргызы, и узбеки, и русские, и татары, они все мне говорили, президент, вы наш президент. И нам независимость, честь дороже, и мы перетерпим это. И мы перетерпели это. Я благодарен жителям тех городов, которые сидели в холодную осень, в холодную зиму, без газа и света. Я благодарен им. Это всегда будет в моем сердце. Это настоящие патриоты нашей страны. И я помню, как кричали тут наши политиканы, как кричали в парламенте, что президент Кыргызстан Атамбаев должен поехать на поклон к престарелому диктатору. Поклониться в ножке, попросить прощения, чтобы дали газ. Потому что раньше всегда было так. А Каев, Бакиев ездили на поклон, отдавали нашу землю. Отдавали за бесцельных наши национальные богатства. Придавали интересы Кыргызстана. Больше того, как мне уже сказали несколько президентов соседних стран, говорят у Ельцина, как только он выпьет, лучший барабан был Азисина Акаева. Никогда такого больше не должно быть. Никогда. Сарамбашарев, никогда. Сапар Джуманович, никогда. Никогда. Достану Артис Пековичу. Никогда не должно быть такого больше. И сейчас я наблюдаю, как точно так вопят наши политиканы и некоторые депутаты парламента. Что вот, Атамбаеву надо поехать, извиниться, немножко поклониться. Все это политическое дерьмо, которым абсолютно недорога наша страна. И за что я должен просить прощения? За то, что я потребовал не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана. За то, что надо уважать законы Кыргызстана и того же Казахстана, который тоже запрещает вмешиваться во внутренние дела другой страны. И отныне хочу предупредить, как всенародный избранный президент Кыргызстана. И я ездил по всей стране, и я видел, что люди сейчас мне верят еще больше. Хочу предупредить, что никто нам не должен навязывать, как нам жить, какой дорогой идти, кого нам избирать своим президентом. Никто. И просить прощения должен не Атамбаев, а тех, кто нагло лезет во внутренние дела Кыргызстана. Тех, кто хочет навязать нам свои правила, свои законы, свою коррупцию. Тех, кто хочет посадить свою шестерку в кресло президента Кыргызстана. Да, их шестерка сядет, но не в кресло президента, на нары сядет. На нары. Уважаемые сограждане кыргызстанцы, мы пережили блокаду 2010 года. Когда были жертвы человеческие, еще раз повторяю. Мы пережили энергоблокаду 2014 года, мы переживаем и эту блокаду. Хотя и сейчас есть, вы знаете, одна жертва. Гражданка Казахстана встала в очередь на КПП, казахская. И умерла, к сожалению. Кыргызстан от таких блокад и наездов становится только сильнее и крепче. Мы узнаем свои уязвимые места. И хочу одно сказать. Все президенты, все диктаторы рано или поздно уходят. Иногда по своей воле. Иногда по воле народа, когда народ выпинывает. Иногда по воле Божией их выносят ногами вперед. Но все равно уходят. А народы остаются. Народы остаются. Так было и так всегда будет. И хочу сказать, что у народов Центральной Азии, фактически у всех народов, есть одна поговорка. И у кыргызов она звучит практически у всех одинаково. Что сосед ближе и роднее, чем дальний родственник. И мы, соседи, соседние государства, должны жить в мире и согласии. И уважать друг друга. Уважать друг друга. Относиться как к равному. И когда ты поджигаешь дом соседа, то не забывай, что ветер может перемениться. И пламя огонь перекинется на твой дом. Соседа надо уважать. И с соседом надо дружить. Соседа надо Douglas. И Luca. И, соседа надо мигометь.